Если верить древним сказаниям и мифам, то когда-то землю населяли странные существа. Человека-звери. Кентавр. Полумужчина-полукон. Об этом существе стало известно из древнегреческих мифов. Кентавры были дикими и свирепыми. Но некоторые из них отличались мудростью и даже помогали людям. Историки считают, что греки выдумали кентавров, когда впервые увидели всадника на лошади и подумали, что это одно существо. Минотавр. Полумужчина-полубык. Говорят, Минотавр жил в подземном лабиринте на острове Крит. Каждый год ему приносили в жертву семь юношей и семь девушек, которых он пожирал. Победил Минотавра царевич Тисей. Чтобы герой сумел найти выход из запутанного лабиринта, его невеста рядно дала ему нить. Один конец нити Тисей привязал у входа в лабиринт и так вышел наружу. Гарпия. Полуженщина-полуптица. Гарпии – женщины с птичьими крыльями и острыми когтями. В греческих мифах гарпии посылали боги, чтобы наказать провинившихся людей. Гарпии не давали человеку есть, пожрали всю его пищу. В конце концов бедняга умирал от голода. У гарпии были хриплые голоса и страшные лица, как у ведьм. А еще от них ужасно пахло. Фавн. Полумужчина-полукозел. У древних греков фавн был покровителем пастухов и рыбаков. Внешне он похож на чертика с рожками и острой бородкой. Вместо ног у него копытца, покрытые шерстью, а сзади растет длинный хвост. Фавн считался веселым, но лукавым существом, похищавшим маленьких детей. Ганеша. Полумужчина-полуслон. Ганеша – один из главных индуистских богов. Это существо с телом человека, четырьмя руками и головой слона. В Индии до сих пор верят, что Ганеша является создателем всего живого на земле. Еще он – символ мудрости. А ездит Ганеша. Верхом на маленькой мышке. Анубис – человек с головой шакала. Анубис известен как бог смерти и является самым старым и самым популярным из древних египетских божеств. Древние египтяне высоко ценили Анубиса, потому что считали, что он обладает огромной властью над их физическим и духовным «я», когда они умирают. Баст – богиня-кошка. Древнеегипетская богиня радости, веселья и любви. Женской красоты, плодородия, домашнего очага и кошек, которая изображалась в виде кошки или женщины с головой кошки. Баст также была покровительницей женщин и юных девушек. Они просили у нее подарить им красоту и способность очаровывать мужчин. Семейное счастье и молодость Сехмет – богиня войны и палящего солнца Богиню изображали в виде молодой женщины с головой львицы и почитали во всем Египте. Обладая магической силой, Сехмет могла убить человека или напустить на него болезнь, гнев богине приносил мор и эпидемии. Вместе с тем Сехмет – богиня-целительница, которая покровительствовала врачам, считавшимися ее жрецами. Сирин – птица-дева В славянской мифологии чудесная птица, чье пение разгоняет печаль и тоску, является лишь счастливым людям. Сирин – это одна из райских птиц, даже само ее название созвучно с названием рая – Ирий. Однако это отнюдь не светлый алконост и гамаюн. Сирин – темная птица, темная сила, посланница властелина подземного мира. Сирин в древнерусском фольклоре – большая, сильная, пестрая дева-птица с большой грудью, строгим лицом и короной на голове. Русалка – полуженщина-полурыба Легенды утверждают, что русалки живут под водой. Днем они спят, а с заходом солнце выплывают наверх. Если светит луна, русалки водят хороводы и поют красивые грустные песни. Своими волшебными голосами они приманивают путников, чтобы навсегда утащить их в пучину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова